Всем привет! Небольшое видео, видеоотчет о проделанной работе. Хочу показать небольшой аппарат, 3-х киловаттную колонну. Вот такая вот колоночка. Бражная колонна непрерывного типа. Производим небольшое количество самогона. Скорость немножко маловато, но все из-за того, что на улице зима. У нас 1 июня, первый день зимы. В Новой Зеландии на улице прохладно, но тем не менее. Вот брага. Это сахарная брага. Очень холодная, потому что у нее все стояло на улице. Где-то процентов 10-12 брага. И, соответственно, производим самогон примерно 50%. Примерно 50%, может чуть больше. Вода тоже очень холодная. Это, соответственно, влияет на небольшую потерю мощности из-за того, что необходимо тратить какую-то лишнюю энергию на прогрев браги, на прогрев воды в парогенераторе. Аппарат непрерывный. То есть вода постоянно подается в аппарат. Аппарат работает тихо. Шумит только насос погружной. Значит, здесь можно наблюдать уровень воды в парогенераторе. Здесь уровень браги в колонне. Колонну я утеплил, потому как очень холодно. И не хочу, чтобы колонна представляла собой просто-напросто обогреватель гаража. Далее здесь клапан контроля. Кран контроля подачи браги в колонну. В принципе, работает очень стабильно. Так как насос всегда давит с одной и той же силой, с одной и той же скоростью. Создает избыточное давление. И здесь мы просто-напросто этим краником регулируем. Никакой перистальтики, никаких заморочек дополнительных систем контроля перистальтических насосов. Любой центробежный насос, хоть погружной, хоть тот, который снизу бака подсоединяется, в принципе, пойдет. Шланг сброса барды. Вот тут внизу трубка подачи браги в аппарат. Вот тут вот подсоединение подачи воды в систему, в аппарат. То есть здесь у нас резьба полгуймовая. Можно, в принципе, вот это все дело убрать и подсоединить парогенератор непосредственно напрямую. Либо здесь, заглушив вот эту верхнюю часть, либо вообще полностью открутить и сделать другой какой-то переходник. Напрямую подсоединить к системе, чтобы давило. А вот эту вот часть, холодильник, просто закольцевать и ослаждать. Ну, кому как нравится. Я бы так и оставил, как оно есть. Просто-напросто сделал бы расходный бак с поплавковым клапаном и подсоединил бы его к основной системе. В принципе, был бы расход воды все равно на производство пара. Это вода, которая превращается в пар, связывается с самогоном, а брага выкидывается. На этом все. Буду заканчивать всю эту перегонку. И до скорых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok